Мария Метлицкая Алик – прекрасный сын Соседи, как и родственников, не выбирают. Хотя нет, не так. С несимпатичными родственниками ты можешь позволить себе не общаться. А вот с соседями – хочешь, не хочешь, а приходится, если только совсем дело не дойдет до откровенного конфликта. Но мы же интеллигентные люди. Или пытаемся ими быть. Или хотя бы казаться. Да еще есть такие соседи, от которых никуда не деться. В смысле не спрятаться? Особенно, если вы соседи по даче. Участки по восемь соток, и у вас один общий забор. В общем, секс для бедных. Хозяин дома Виктор Сергеевич – отставник, человек суровый и прямой, был категоричен и считал, что с соседями точно не подфартило. А вот его супруга, Евгения Семеновна, женщина тихая и интеллигентная, учительница музыки, была более терпима и, к тому же, жалостлива. Впрочем, как почти любая женщина. Теперь о том, кого она жалела. Соседская семья состояла из четырех человек. Собственно, хозяйка, глава семьи и рулевой, Клара Борисовна Брудно. Мать двоих детей и женщина практически разведенная, но об этом позже. Двое ее детей – сын Алик и дочка Инка. И престарелая мать Фаина. Без отчества. Просто Фаина. Теперь подробности. Клара была женщиной своеобразной. Крупной, яркой, шумной. Все это, мягко говоря. Если ближе к реалиям, то не просто крупной, а откровенно толстухой. Объемным было все. Плечи, руки, грудь. О да! Бедра, ноги, живот. Все с излишком. Яркой, да, это правда. Лицо ее было преувеличено рельефным. Большие темные на выкате глаза, густые брови, мощный широкий нос и крупные, слегка вывернутые губы. Все это буйство и великолепие обрамляли вьющиеся мелким бесом темные и пышные волосы, которые Клара закручивала в витиеватую и объемную башню. Дополнялось все это яркой бордовой помадой и тяжелыми цыганскими золотыми серьгами в ушах. Полные руки и с коротко остриженными ногтями, на которых толстым и неровным слоем лежал облупившийся лак. Одевалась она тоже, будьте любезны. В жару тонкая нижняя трико по колено, розовый атласный лифчик, шитый на заказ. Такие объемы советская промышленность предпочитала не замечать. А поверх всего этого надевался длинный фартук с карманом. Если спереди вид был куда-никуда, то когда Клара поворачивалась задом, картинка не для слова нервных. Хозяйка она была еще та. К мытью посуды приступала только, когда заканчивалась последняя чистая тарелка или вилка. А обед она готовила так. В большую, литров шесть, кастрюлю опускала кости, купленные в кулинарии по двадцать пять копеек за кило. Это были даже не кости, а большие страшные маслы, освобожденные от мяса почти до блеска. Они вываривались часа три-четыре. Потом щедрой рукой Клара кидала в чан крупно на струганные бруски картошки, свеклы, моркови и лука. В довершении в это гастрономическое извращение всыпалась любая крупа. Гречка, пшено, рис. Все, что оказывалось в данный момент под рукой. Этот кулинарный шедевр Клара называла обедом. Готовился он, естественно, на неделю. То же страшноватое варево предлагалось заодно и на ужин. Хлеб, правда, что на обед, что на ужин, разрезался щедро, крупными ломтями, батон белого и буханка черного. По выходным, читай праздник, делалась немыслимая по размеру яичница. Праздник для детей. Но и это нехитрое блюдо Клара умудрялась испортить, добавляя туда отварную картошку и вермишель. Хотя понять ее было можно. Все постоянно хотели есть, особенно старая Фаина. Фаина — это вообще была штучка. Крошечная, сухонькая, с тощей седой косицей, в которую непременно вплеталась сеченная по краям мятая атласная ленточка грязно-розового цвета, тоже видавшая виды. Считалось, что Фаина занимается огородом. Клара ее называла Мичурину. Действительно, она маячила на участке весь световой день. Что-то пропалывала, рыхлила, пересаживала. Не росло ничего. Даже элементарный лук вырастить не получалось, не говоря об огурцах, ригиске и прочем. Потом она додумалась удобрять свое хозяйство отходами человеческого организма, помешивая весь этот ужас длинной палкой в старой жестяной бочке. Но тут не выдержала даже спокойная соседка, Евгения Семеновна, и попросила прекратить эти опыты. Примерно в час дня Фаина взывала к совести дочери и требовала обед. Клара громко возмущалась. «Такая тощая, а столько жрешь!» Фаина оправдывалась. «Я же занимаюсь физическим трудом!» «Ха-ха-ха!» Громогласно участков эдак на пять восклицала Клара. «А где результат твоего труда?» Домочадцев она называла иждиенцами. Правда, о каждом говорила с разной интонацией. О Фаине с легким презрением и пренебрежением. О сыне Алике гневной, почти с ненавистью. А о дочке Инне с легкой и нежной иронией. Инну довольно хорошенькую, молчаливую, туповатую, кудрявую толстушку Клара обожала. Это была ее единственная и ярая страсть. На улицу, где шла вольная жизнь местных детей, девочка выходила молча, бочком. На велосипеде не каталась, в салки и казаки-разбойники не играла. Тихо посапывая, сидела на бревне и жевала горбушки, распиханная по многочисленным карманам грязноватого сарафана. Брата ее Алика тоже всерьез особо не принимали. Тощий, носатый, с вечными соплями хлюпающий ханурик в сатиновых трусах. Ни толку от него, ни проку. Но его жалели, не гнали и всегда неохотно, вздыхая, брали в игру. Клару, конечно же, осуждали. Два родных ребенка и такая разница в отношении. Допустим, бывают у матери любимчики. Хотя это странно, но факт, бывают. Но чтобы одного ребенка так откровенно, не стесняясь, лелеять, а второго, мягко говоря, не замечать. Впрочем, все они там были с большими прибабахами. «И нуся!» Сладким голосом кричала Клара, стоя на крыльце под боченись. «Чего?» и сразу откликалась дочь. «Иди, солнышко, кофе пить!» ворковала Клара. Конечно, это был не кофе. Кофе был им просто не по карману, а какое-то пойло, дешевый напиток. Но к нему полагались пряники или овсяное печенье, немыслимое лакомство, достававшееся из глубоких и никому неведомых Клариных тайников. Клара и дочка усаживались на веранде и начинали пировать. Фаина сидела на грядках и водила носом. Ее на эти пиршества не приглашали. Алика и подавно. Евгения Семеновна не выдерживала, подходила к общему забору и тихо выговаривала Кларе за мать, за Алика. Клара не обижалась, а отвечала спокойно. Что вы, Евгения Семеновна, Фаине кофе вредно, спать ночью не будет. А этот малохольный и так по ночам ссыться. Это в тринадцать-то лет. Ну, их махала рукой Клара, облизывая крошки из толстых накрашенных губ. Евгения Семеновна качала головой и Клару осуждала. Ведь он тоже ваш сын, Клара, а как приемыш, ей-богу. Ох, вздыхала Клара, закатывая глаза. Вы же знаете, Евгения Семеновна, Алик у меня от этого изверга, так обозначался первый Кларин муж. Такой же шаромыжник растет, как его отец. Ни трр, ни ну. Нахлебалась я с ним. Во! Клара проводила рукой по горлу. «Ну, сами знаете», деловито добавляла она, «не жизнь была, пыточная камера». А инуся, взгляд ее влажнел и останавливался, «знаете ведь, от любимого человека, и это большая разница». Клара назидательно поднимала похожий на сардельку указательный палец. «Бросьте, Клара», сердилась Евгения Семеновна, «дети тут ни при чем. Сначала рожаете, от кого попало, а потом свои обиды и комплексы на них вымещаете». Клара тяжело вздыхала. Соглашаться ей уже надоело, это было не в ее характере. Тогда она укоряла соседку. «Вы, Евгения Семеновна, педагог», произносила она по слогам. «У вас все по науке, а жизнь это жизнь». И не выдерживая начинала хамить. «Да и что вы в этом смыслите? Своих-то у вас нет». И развернувшись, чувствуя себя при этом победительницей и единственно правой, она с достоинством удалялась от забора, демонстрируя несвежее фиолетовое трико. Евгения Семеновна расстраивалась, даже плакала от обиды и хамства. Уходила в дом и переживала долго, до вечера. Муж ее ругал. «Куда ты лезешь?» «Дура, ты, а не она. Нашла с кем связываться, с этой непробиваемой хамкой торгашкой». «Удивительно», кипятился он. «Но ничему тебя жизнь не учит. Сиди на участке и не лезь в чужие жизни». «Мне ребенка жалко», схлипывая, оправдывалась Евгения Семеновна. «Заведи себе кота», резко бросал муж и хлопал дверью. Прожив долгую жизнь, внутренне они так и не смирились со своей бездетностью. Дернул же черт Евгению Семеновну тогда, зимой семьдесят девятого, в страшный мороз и гололед, будучи на шестом месяце, отправиться с подругой в кино. Идти не хотелось, но, как всегда, было трудно отказаться. Упала она почти у подъезда, страшно ударилась затылком, так, что не спасла отлетевшая в сугроб песцовая шапка. Потеряла сознание и сколько пролежала она на льду, одному богу известно. У нее было сотрясение мозга, ночью начались боли рвота. Ребенка она потеряла. Как следствие, сильнейший стресс, депрессия, жить тогда вообще не хотелось. Вылезала из этого годами с невероятным трудом, усугубляла еще и страшное чувство вины перед младенцем, а главное перед мужем. Забеременеть ей так больше и не удалось, сколько ни старалась, ни лечилась. Чувствовала, что муж ее так и не простил, хотя сказал всего одну фразу. Эх, Женя, Женя! К сорока годам, поняв окончательно, что борьба бессмысленно, робко заговорила с мужем о возможности взять младенца в детском доме. Он тяжело посмотрел на нее и сказал «Нет, Женя, чужого не полюблю» и добавил «Раньше думать надо было». Тогда она еще раз убедилась «Не простил, значит, не простит никогда». Жизнь была ей тягостна и порой невыносима. Чудовищной неустанной боли прочно приклеилось чувство неизбывной вины. И каждый раз, глядя на небрежное акварином материнства, она думала о вселенской несправедливости, такой, как это, Бог дал двоих, а ей ни одного. за что, Господи, за один необдуманный шаг, даже не за проступок, и такая кара, такая непосильная плата. Ах, какой бы она могла быть матерью! Бездетные женщины обычно испытывают к чужим отпрыскам либо полное безразличие и неприятие, либо глубокую и тщательно скрываемую нежность и жалость. Евгения Семеновна жалела неприкаянного Клариного сына Алика, переживая яростную обиду и тихую скорбь и непреодолимое желание обогреть, накормить и просто обнять, прижать к своему изболевшемуся сердцу. Пару раз в бессонницу ей приходила в голову дикая мысль забрать Алика у Клары. В том, что Талиху откажется от него, Евгения Семеновна практически не сомневалась. Мысленно она выстраивала свои долгие монологи, переходящие в не менее долгие диалоги с Кларой. Монологи ей казались убедительными, основанными на убежденности в Кларином благоразумии. Аргументы были бесспорны. Ты одна бедствуешь, двоих тебе не поднять. Рвешься, бедная, бьешься. А мы обеспеченные люди, прекрасная квартира в центре, машина, дача. Да-да, конечно, у тебя тоже, но ты все же не равняй кирпичный дом с печкой и душем и твою про стеклар развалюху. А образование? У Алика, между прочим, прекрасный слух. Музыканта, конечно, из него не выйдет, поздновато, а так для общего образования. И библиотека у нас прекрасная, и у него будет отдельная комната. Словом, все за. Евгения Семеновна представляла удивленная Кларе на лицо. Скорее всего, она не согласится сразу. Нет, конечно, Клара расчетлива и примитивно хитра. Наверняка сначала схамит, типа, в своем левое уме, Евгения Семеновна. А потом придет в себя, подумает, прикинет выгоду от этого предприятия и наверняка согласится. На самый крайний случай у Евгении Семеновны имелся последний довод склонить соседку на сделку. Старинная наследная брошь, даже не брошь, а какой-то орден, что ли, в общем, звезда, острые лучи, которые были плотно усеяны разной величины бриллиантами, а в середине располагался довольно крупный кровавый рубин. Звезду эту перед смертью ей сунула тетушка, сестра матери, за которой Евгения Семеновна ходила последние три года перед ее смертью. От мужа она этот подарок утаила и из-за этого тоже умудрялась страдать. Но сильнее оказалась постоянно точившая мысль, что в конце концов, по всей логике, он все же ее бросит, уйдет, заведет себе ребенка на стороне, непременно уйдет. А этот Сацка все же кусок хлеба на черный день, на одинокую старость. Вполне себе оправдание. Теперь она думала, что предложит Кларе эту самую звезду. Та, конечно, не сможет отказаться. Такое богатство. Иночкина приданная. Но после этих изнуряющих монологов Евгения Семеновна понимала, что без мужненного слова начинать беседу с Кларой невозможно. Пыталась завлечь Алика в дом не только из корыстных целей, а в первую очередь из жалости. Злала его. Он заходил боком, потупив взор, тощий, взъерошенный, грязный, нелепый. Она его сажала на кухне и кормила бутербродами с дефицитной сухой колбасой, щедро сыпала в вазочку шоколадные конфеты. И сердце ее сладко замирало, когда этот в сущности неприятный чужой ребенок, вытирая мокрый нос тыльной стороной грязной и с неостриженными ногтями руки, жадно глотал куски, неловко разворачивал конфеты, нечаянно проливал чай, тихо говорил спасибо и пятился к двери. «Алик!» кричала она ему вслед. «Завтра заходи непременно!» Еще больше смущаясь и мучительно краснее, он кивал своим худым телом, почти просачивался в узкую щель калитки и убегал на свободу. Она пыталась заводить разговор с мужем издалека, подобострастно спрашивая. «Чудный мальчишка, правда?» Муж поднимал на нее глаза, несколько минут молча смотрел и, тяжело вздыхая, говорил. «Займись чем-нибудь, Женя, полезным трудом, что ли, или иди почитай». И, помолчав, добавлял, «Не приваживай его, Женя, это неправильно. Там семья и там своя жизнь. Это все не нашего умодела. И не придумывай себе ничего». Он резко вставал из-за стола и бросал ей. «А парень, кстати, действительно малахольный. Это дура Клара права. Дикий какой-то и грязный», заключал он, брезгливо сморщившись. «Евгения Семеновна поняла, что ничего из ее затеи не выйдет. Никогда, никогда муж не согласится взять Алика. И чутье ей подсказывало, даже не вздумай начинать с ним этот дурацкий разговор. Из дур потом до конца жизни не вылезешь». Муж был человек резкий и без церемоний. В общем, затею эту она оставила и думать об этом себе запретила. Еще одна зарубка на сердце. Мало их, что ли? Подумаешь, еще одна. Оставалось только поваровски в отсутствии мужа зазывать Алика на чай. И мысленно голубить его, стесняясь своих чувств, дотронуться до него она не решалась. А у соседей разгорались очередные страсти. Обычно за лето два-три раза наезжал бывший Кларин муж, отец Алика. Клара называла его Хануриком. Он и вправду был Ханурик, тощий, носатый, с тревожным взглядом бегающих глаз, с тонкими и какими-то острыми пальцами, теребящими угол рубашки или брючный ремень. Приезжал он скорее к Кларе, к Алику. Алик его тоже особенно не интересовал. А Клару он продолжал страстно обожать. И это было видно невооруженным глазом. Отстанцы он шел быстро, в припрыжку, задирая ноги в растоптанных коричневых сандалиях. В правой руке держал видавшие виды и дешевый дерматиновый портфель, а в левой торжественное нес картонную коробку с бисквитным тортом. Клара обожала сладкое. Ни о каком подарке сыну, ни о самой дешевой пластмассовой машинке, ни о паре клетчатых ковбоек, ни о новых брюках речи не было. Ему это и в голову не приходило. Ехал он повидаться с любовью всей своей жизни, коварно ему изменивший когда-то с его же начальником. Он долго маялся у калитки, не решаясь войти, и, покашливая от волнения, срывающимся на фальцет голосом, жалобно вскрикивал «Клара! Клара!» Клара не слышала. Она была в доме и варила обед. На участке копошилась Фаина, на крики бывшего зятя особенно не реагируя. Спустя примерно полчаса она поднимала голову и спрашивала недоуменно «Чего орешь?» «Фаина Матвеевна», жалобно просил он «Позовите пожалуйста Кларочку». Фаина распрямлялась, не спеша терла затекшую спину, еще минут десять думала, стоит ли вообще реагировать на просьбу этого товарища и повздыхав медленно направлялась к дому позвать дочь. Клара возникала на крыльце гордый вид, руки в боки, но кричала она с крыльца «Что приперся? Чего надо?» «Кларочка, можно зайти?» заискивал бывший муж и уже просовывал узкую ладонь в щель между штакетником, пытаясь скинуть ржавый металлический крючок, запиравший калитку изнутри. Клара в той же воинственной позе подбоченьясь с ножом или поварешкой в руке молча и неодобрительно смотрела на его действия. Жалко улыбаясь, отец Алика протискивался в калитку и шел по тропинке к дому. Но вход туда перегораживала мощным телом любовь всей его жизни. Клара «Ничего, ничего, главное, пустили». Радовался он и присаживался на шаткой скамеечке у дома, вставил коробку с тортом, вынимал клетчатый платок и долго и тщательно вытирал им вспотевшее лицо. «Жарко», оправдывался он. Клара молчала. Тогда, поняв очередной раз, что здесь ему ничего не предложат, он жалобно просил принести ему водички. Так и говорил «Водички». Клара слегка медлила, потом разворачивалась и уходила в дом за водой. А он вытягивался в струнку. Трепеща сладко замирал с восторгом и страстью, глядя на ее еще крепкие ноги и могучие ягодицы, грозно перекатывающиеся в фиолетовом трико. Клара выносила воды в ковшике и еще чего в чашки подавать. Он жадно пил, а она с ненавистью смотрела на его острый кадык. «Ну», повторяла она нетерпеливо, бывший муж мелко и торопливо кивал, приговаривая «Да-да, конечно, сейчас, сейчас, Кларочка», и дрожащей рукой суетливо вытаскивал из кармана брюк мятый конверт. «Здесь все за четыре месяца, Кларочка», суетился он. Это были алименты на Алика. Клара открывала конверт, пересчитывала деньги. Результатом видимо довольно не была, но настроение у нее явно улучшалось. «Чай будешь?» великодушно спрашивала она. «Бывший муж счастлива кивал, не не гонит, не гонит, и еще какое-то время он побудет возле нее». Они заходили в дом, и он подобострастно спрашивал, «Как дети, как Инночка?» «Не как Алик, родной сын, а как Инночка, материнское счастье, родившееся от соперника. Знал, чем потрафить». И Клара извергала свой гневный монолог. Денег не хватает, бьется, как рыба об лед, мать совсем в маразме, все постоянно просят жрать, рвут ее буквально на куски. Поди, подними двоих детей. Алик Бестолочь, такой же болван, как и ты, малохольный одним словом, мстительно и с явным удовольствием сообщала Клара бывшему мужу. Только бы мяч гонять целыми днями, ни толку от него, ни помощи. Инночка, взгляд при этом у нее отеплел. Конечно, прелесть и единственное утешение в жизни. Только это сердце и греет. А так не жизнь, а ермо и каторга. Бывший муж усиленно кивал, поддакивал, пил пустой чай и опять вытирал носовым платком мокрое лицо. А Фаина тем временем на скамейке столовой ложкой жадно поедала оставленный бисквитный торт, щедро украшенный разноцветными маслянистыми и кремовыми розами. У нее был свой праздник. Алика позвать, напоминала бывшему мужу Клара. Он оживленно кивал, да-да, конечно, и Инночку тоже. Клара выходила на крыльцо и раздавался ее зычный рык. Алик, Алик, иди домой, придурь небесная. И сладко, и нежно. Иннуля, доченька, зайди на минутку. Инна появлялась быстро, от дома она далеко не отходила. А вот Алик гонял где-то счастливый по поселку на чем-то велике, который великодушный хозяин предоставил ему на полчаса из жалости и благородства. Инна заходила и садилась на стул молчком. Отец Алика расплывался в улыбке и гладил ее по волосам. Отец Алика расплывался в улыбке и гладил ее по волосам. Чудная девочка, чудная, красавица какая, восхищался он. Довольная Клара дело нахмурилось и жестко бросало. Да уж, не твоя порода, удалась. С лица бывшего мужа сползала улыбка и начинали дрожать губы, но отвечать Кларе он не решался. Силы были явно неравны. Ну, все, объявляла Клара, некогда мне тут с тобой. Свидание окончено. Он неловко и проворно вскакивал с табуретки, благодарил за чай, опять гладил Инну по голове и, суетливо прощаясь с Кларой, торопливо шел к калитке. Довольная Фаина провожала его сытыми глазами, затянутыми пленочками катаракты, понимая, что сейчас, когда грозная дочь увидит наполовину пустую коробку от торта, разгорится нешуточный скандал. По центральной улице, называемой в народе просекой, смешно, прыгающей походкой, шел к станции немолодой, тощий, лысоватый мужчина. Заметив стайку местных мальчишек, он прищурясь слегка всматривался. Один на стремительно отъезжающем велосипеде, тощий, голенастый и темноволосый, был похож на его сына Алика. Наверное, он равнодушно отмечал про себя мужчина, но бросал взгляд на часы и не окликал мальчишку. Во-первых, торопился в Москву, а во-вторых, особенно было и неохота. В конце концов, приезжал он сюда не за этим, а то, зачем приезжал, он и так получил. Сполна. И был почти счастлив. Видали? Клара висела на заборе, призывая Евгению Семеновну, сидящую с тяпкой на грядке клубники, к разговору. Евгения Семеновна поднимала голову, вставая выпрямлялась. Она бывала почти рада короткой передышке, возиться в огороде не очень-то любила, просто муж очень любил клубнику. Видали? Грозно вопрошала Клара. Шляется черт малахольный, глаза б мои его не видели. Деньги привез. Ха! Слезы, а не деньги! Ну, Клара, вы несправедливы, откликалась Евгения Семеновна. По-моему, он человек порядочный, вы за ним не бегаете, да и потом любит, видно, вас. Простил измену, зла не держит. Любит, возмущенно повторяла Клара, и еще бы не любил. А вот я его, Евгения Семеновна, терпеть не могла, но просто не выносила. Ночью от отвращения вздрагивала, когда он до меня дотрагивался. Лучше с жабой спать, ей-богу. Тоже мне брежит Бордо, вздыхала про себя Евгения Семеновна. А зачем же вы, Клара, за него замуж вышли, если он был вам так неприятен, поинтересовалась она однажды. Из-за квартиры просто и бесхитростно ответила Клара. Мы же с матерью жили на пресне, в коммуналке, в семиметровой комнате. Еще девять семей, а тут хоромы, двухкомнатная, кухня, ванная. Он год за мной ходил, покоя не давал. А я ведь была хорошенькая, грустно вздохнув, по складам произнесла Клара, глядя куда-то вдаль. Евгения Семенов не верилась в это с трудом. Но, словно желая подтвердить сказанное, Клара упорхнула в дом и тут же вернулась с целлофановым пакетом полным фотографий. И правду хорошенькая мысленно удивилась Евгения Семеновна. Молодую Клару она не знала. Эту дачу они с мужем купили всего около десяти лет назад, когда Клара уже выглядела так, как сейчас. В молодости же она была похожа на крупную, ни в коем случае не громоздкую, и светлокожую мулатку, широкий нос, большие круглые карие глаза, пухлые яркие губы, короткие вьющиеся мелким бесом черные волосы. Да, тяжеловато, пожалуй, и для девушки, но талия имеется, высокая большая грудь, крепко сбитые сильные ноги. Необычная внешность, яркая, на такую точно обратишь внимание, обернешься. Ну, нетерпеливо поинтересовалась мнением соседки Клара. Хорошенькая, согласилась справедливая Евгения Семеновна. Необычная такая. Вот именно, подхватила Клара и грустно добавила. А в любви никогда не везло. Покопавшись в пакете, она извлекла на свет еще одно фото и сунула под нос Евгении Семеновне. Широко и крепко расставив ноги, стоял солидный и, видимо, высокий мужчина в белой майке и широких брюках. Лицо у него было крупное, значительное, взгляд уверенный и вызывающий. Было видно, что на этой земле на ногах он стоит уверенно и прочно, в прямом и переносном смысле. «Кто это?» спросила Евгения Семеновна. «Ваша первая любовь?» «Ну, первая, не первая», усмехнулась Клара, «но главное, это точно». «Иночкин отец», спустя минуту добавила она, и глаза при этом у нее увлажнились. Евгения Семеновна однажды краем уха слышала от Фаины эту историю, банальную да нельзя. Был нелюбимый постылый муж, а тут такой орел светлоокий, его начальник. Сошлись, конечно, оба молодые, яркие, горячие, но у того семья, дети. Правда, он Кларе ничего не обещал. Так, увлекся яркой темпераментной бабенкой. А она возьми да забеременеем, да еще и рожать собралась. Он уговаривал избавиться. Она ни в какую. Хочу, говорит, частицу тебя иметь. Если не тебя, то хотя бы плоть твою. Он разозлился и бросил ее непокорную. Ни помощи, ни денег. А она в любовном угаре мужа выгнала. Глаза сказала, на тебя постылого не глядят. Лучше одной с двумя детьми, чем такая пытка каждый день с тобой в постель ложиться и твое дыхание нюхать. Муж, вечный ее раб, из своей же квартиры покорно ушел, только чтобы не раздражать, не злить. Ушел к матери, в барак без удобств на преображенке, в тайной надежде, что не справится одна с двумя детьми, просто не справится и позовет. На любовь он давно не рассчитывал. Но гордая Клара не позвала. Страдала, рвалась на части. Трехлетний Алик, сын от нелюбимого мужа, обожаемая дочка Инна от любимого человека, бестолковая старуха-мать. Колотилась как могла. До школы в детском саду нянечкой. Там хоть еле сытно. Потом в школьном буфете. Уже не так вольготно, но что-то выносила, обливаясь от страха холодным потом. Подъезды мыла в соседнем доме, в своем стеснялась. Потом научилась вязать шапки и шарфы из ровницы. Шаблонные, примитивные и бесхитростные. Но шерсть была почти дармовая. Соседка работала на предельной фабрике. Нашелся избыт. Родня этой соседки жила в Рязани. Товар забирала с удовольствием. В Москве это не шло, а на периферии в селах отлетала будь здоров. Деньги невеликие, но худо-бедно с этого как-то кормились. Работать Клара уже не могла. Инвалидность второй группы. Что-то щитовидкой. Эндокринка совсем никуда. Плюс астма, проклятая шерсть. Евгения Семеновна представляла, что это была за жизнь. Образование у Клары не имелось. Каких-то способностей, к примеру, к шитью тоже. Хозяйка она была никакая. Ни фантазии, ни вкуса. В доме нелепо громоздилась старая мебель, неудобные громоздкие шкафы с незакрывающимися дверцами, шаткие колченогие стулья, выцветшие линялые занавески, кастрюли с черными проплешинами отбитой эмали. От бестолковой матери, кроме ее пенсии, помощи не было никакой. Оставить детей кто-нибудь обязательно упадет, коленки разобьет, руку выхнет. Дети, правда, не шебутные, но Алик нашкодить мог с удовольствием, тихо из-под тишка. А Иночка точно ангел, сидела целый день, смотрела телевизор, не прекращая жевала пряники. Правда, говорить начала после трех, а буквы их школе никак не могла запомнить. Не хочет и все, неинтересно ей. Алик тот книжки за поем читал и учился неплохо, тройка только по пению и физкультуре. А дочь двойка на двойке сидела за последней партой и молчала. В учебниках писателям носы и уши подрисовывала. Развивать ее надо, сетовала с досадой молодая учительница. А как развивать, если ей все неинтересно? В хоре пить Инночка не хотела. На танцы ее не взяли. В художественный кружок тоже. Простой домик с крыши нарисовать не могла. Ничего успокаивала себя Клара, нежно глядя на спящую дочку. Сердце ее разрывалось от любви. Ничего, зато хорошенькая, как куколка. Я тебе замуж удачно выдам за приличного человека, не голодранца. Я тебе судьбу устрою, через себя перекинусь, а устрою. Только на тебя, моя красавица, одна надежда, не на этого же малахольного, что с него возьмешь, одни убытки. И она кидала гневный взгляд в угол комнаты, где на раскладушке, выпросто в худющую, в цыпках голенастую ногу, с полуоткрытым ртом спал ее нелюбимый сын. Потом, вздыхая, Клара нежно целовала спящую дочь. На следующее лето Клара приехала на дачу с матерью и Инной. Для Алика удалось выхлопотать путевку в лагерь на Азовском море. Все повторялось четко по сценарию. Фаина бестолково возилась в огороде, с гордостью демонстрируя соседям то жалкий бледно-желтый смизинец хвостик морковки, то кривоватую свеклу размером с орех, то полведра такой же мелкой картошки. «Своя!» при этом с гордостью объявляла она. Клара вздыхала и безнадежно махала рукой. Инна все толстела, грызла то сухари, то печенье, также сидела кулем на бревне за калиткой, молчала и смотрела на мир красивыми с яркой синевой и незаинтересованными туповатыми глазами. Клара в своем неизменном дачном наряде варила свои неизменные обеды. Стояла под боченец на крыльце, нещадно ругая мать, сцепляясь с соседями, всех критикуя и нахваливая свою ненаглядную дочь. Об Алике она не вспоминала. Он приехал в конце августа сам, на электричке, с маленьким старым коричневым чемоданчиком. Встречать с юга Клара его не поехала. Был он загорелый, сильно вымахавший, голенастый и по-прежнему нелепый и угловатый. И явился малахольный. Тепло приветствовала его мать. Алик привез всем подарки. Пластмассовую блестящую с камушками и заколку для сестры, маленький пестрый платочек для бабки и шкатулку из ракушек для матери. Мать повертела в руках шкатулку и бросила. Надо на такое говно деньги тратить. Евгения Семеновна, свидетельница этой сцены, расстроилась до слез. И когда муж уехал в Москву, с гневом выговорила Кларе. Та искренне удивилась. Что вы, Евгения Семеновна, да не обиделся он вовсе. Ну правда, что деньги на ерунду-то тратить? Они же у нас считанные. Господи, Клара, но вы же не понимаете элементарных вещей. Вы вроде неплохая женщина, сами столько страдали. Откуда же такая черствость по отношению к собственному ребенку? Мальчик старался, деньги на мороженое не проел, а вы так наотмашь. Это, конечно, не мое дело, горячилась Евгения Семеновна, но смотреть на это просто невыносимо. Клара с удивлением взглянула на соседку. Ну и не смотрите Евгения Семеновна, займитесь своими делами. И развернувшись, она удалилась в дом. Евгения Семеновна проплакала весь вечер, благо муж уехал и скрываться было неоткого. Господи, куда я лезу? Разве можно научить эту хабалку, это чудовище чувствовать? Бедный, бедный Алик, несчастный мальчик. Вдруг в голову пришла простая и гениальная мысль. Забор. Конечно же, забор. Нежалкий, прозрачный штакетник, безжалостно вываливающий на нас подробности чужой непонятной жизни, на которую невыносимо смотреть, а плотный, без единой щелочки горбыль, высокий, два метра точно. Вот благо, вот спасение. И Евгения Семеновна, успокоившись, решила, что как только приедет на выходные муж, она с ним поделится своими мыслями. А причину и придумывать не надо. Надоели. Просто надоели и все. Давно надо было сообразить. Хватит сердце рвать невольными наблюдениями. Все равно эту халду Клару с места не сдвинуть. Алика к себе на свои чаи теперь она звать стеснялась. Уже юноша, не ребенок, возраст сложный, отягощенный обстановкой в семье, обидится еще на эту жалость. Проходя как-то по просеке в местную лавочку за хлебом, столкнулась с ним. Как ты вырос, Алик? Смутились почему-то оба. Вырвалась. Что не заходишь совсем? Алик помолчал и потом тихо бросил. Да дела всякие. Она кивнула. Шкатулку ты очень красивую матери привез, для чего-то сказала она. Он покраснел, опустил глаза, смущенный, понимая, что она слышала Кларину пренебрежительную реплику по поводу его подарка и их грубовато бросил. А ей не понравилось. А потом простодушно добавил. Лучше бы я вам ее привез. У Евгении Семеновны сжалось сердце. Проглотив предательский комок в горле, она попыталась ободрить мальчика. Но в следующий раз, Салик, все впереди. Чтобы не разреветься, опустив голову, она быстро пошла по тропинке. А он ее нагнал, рванул тонкую тесьму на шею и протянул что-то в кулаке. Это вам. Он разжал длинную смуглую ладонь, и она увидела там гладкий, отполированный временем и морем галыш с дырочкой почти посередине. Куриный бог, вспомнила Евгения Семеновна смешное словосочетание. Редкость какая, подивилась она. Не жалко? Алик резко мотнул головой и крутанул колесо велосипеда. Велосипед рванулся вперед. Спасибо, крикнула вслед ему Евгения Семеновна. Господи, какой тонкий ребенок. Тонкий и несчастный. Опять заныло сердце. На Клару она обиделась за Алика на этот раз глубоко и всерьез. Но саму Клару это не очень-то беспокоило. В двадцатых числах августа она с дачи съехала собирать детей к школе. Алик шел в девятый класс. Инна с трудом переползла в седьмой. В мае Евгения Семеновна уже выезжала на дачу. Самое время сажать цветы, перекапывать грядки, высаживать рассаду, заполнившую все подоконники и возможное и невозможное пространство в квартире. Все эти баночки, коробки из-под сока, молока и йогурта очень раздражали ее мужа. Клара приехала в июне и вела себя как ни в чем не бывало. Обид она не помнила и ссор тоже. Хорошая черта. Навалившись на хлипкий штакетник грузным телом, она между делом рассказала, что у Алика открылся внезапно какой-то талант по новому предмету — информатики. Даже учитель этой самой информатики отдал ему свой старый компьютер. И Алик сидит за ним с утра до ночи и даже пишет какие-то программы. В общем, способности у него, равнодушно добавила она и переключилась на Инну. Теперь она спрашивала у соседки совета по поводу дальнейшего устройства Инненной судьбы. Честно признаваясь, а это ей было нелегко, что учиться девочка совсем не может. Тянет еле-еле. Дай Бог, чтобы закончила восемь классов. А что потом? В парикмахеры? Хотя сетовала горе с Накларом, не такой судьбы она хотела бы для дочери. Не прислуживать и потом на ногах целый день. Может, что посоветуете, а? Евгения Семеновна? Жалобно спросила она. А об Алике вы не беспокоитесь? Резко отозвалась Евгения Семеновна. Ведь если он не поступит, впереди армия. А куда ему армия? Он такой неприспособленный, нестандартный ребенок. Клара беспечно отмахнулась. Да поступит он, куда денется. Педагог его сказал, что такого, как он, оторвутся руками и ногами. Факультет какой-то в МГУ забыла, как называется. А вот с Иночкой что делать ума не приложу. И печальный ее взгляд обеспокоенно затуманился. Иночке между тем можно было дать лет примерно тридцать. полная сбитая ядреная бабенка. Какая там школа? Грудь четвертого размера, подведенные прекрасные глаза, умело накрашенный рот, лак на ногтях. Замуж ей уже пора, а не в школу с портфелем, думала Евгения Семеновна. Инна на улицу уже не выходила, а днями сидела на скамейке в саду, грызла семечки и смотрела вдаль. Бывший муж Клары в то лето почему-то не появлялся. Евгения Семеновна не спрашивала. Она была нелюбопытна, но Клара поделилась сама, видно, ее распирала. «Ну, как вам это нравится?» с вызовом обратилась она к Евгении Семеновне. «Вы о чем, Клара?» не понимала та. «Да я про супруга своего бывшего, про этого малохольного», объяснила Клара. «Женился он, представляете себе?» «На своей же двоюродной сестре». «Той сорок пять, старая дева, придурочная по полной программе». Клара весьма живо освещала этот сюжет. «Страшная», с удовольствием отметила она и закатила глаза. «Тощая, на голове три пера, нос до подбородка». «Осообразила». «Осообразила». «В общем, сошлись». И, помолчав, она добавила. «У нее, между прочим, трехкомнатная на Ленинском». «Это, видно, задевало ее больше всего». «Ну, так радуйтесь, Клара», призвала ее справедливая Евгения Семеновна. «Одинокие люди нашли друг друга. Пусть живут». «Пусть», вяло согласилась Клара и опять тяжело вздохнула. «Что делать с Иночкой ума не приложу?» А Иночка сама разрешила сложный вопрос по поводу дальнейшего устройства собственной жизни. В середине августа Клара, случайно увидев как-то вечером голую Инну, натягивающую на пышное тело ночную рубашку, обнаружила, что дочь беременна. Пропустила это многоопытная бывала и ушлая Клара легко. У толстой Инны до шести месяцев живот был практически незаметен. Клара надавала ей по мордасам, а потом долго обнимала и целовала, периодически отстраняя ее от себя и пытая, кто же отец ребенка. «Инночка, милая, ты только мне имя его назови», елеиным голоском просила Клара. «Только имя, а дальше я все сделаю сама». Инна молчала и качала головой. «Зоя космодемьянская». Клара пыталась воздействовать то пряником, то кнутом, обещая Инне или свадьбу, я это устрою, или хотя бы алименты. Куда он от меня денется? Инна сидела на кушетке и мотала головой. «Я проведу расследование, я его посажу», пообещала Клара. Инна сунула матери под нос здоровущую фигу, а потом сказала «Иди отсюда, спать хочу», и зевнула широко и сладко. Конечно, бедная Клара убивалась, такую свинью подсунула обожаемая дочь, не этот поганец Алик, от которого всего можно ожидать, а Инна, тихушница и домоседка. «Я», сокрушалась Клара, «Я виновата во всем», проглядела, прошляпила. «За такой красоткой», это она тупой Инни, «нужен глаз да глаз». «А где мне уследить?» «Она уже шла в наступление, мне же надо думать о том, как семью кормить. Он их сколько на моей шее». Голос Клары постепенно переходил на крещенда. Евгения Семеновна соседку жалела, сочувствовала, пыталась давать нелепые советы и идти попривлечь милицию, девочке только 15 лет. Но Инка Кларе пригрозила, мол, только начни копать, уйду из дома, меня не увидишь. Допустить этого Клара не могла. Постепенно она стала приходить в себя и мудро постановила, «Так значит так». Клара набрала побольше воздуха и принялась действовать. Во-первых, отвезла Инну в Москву в женскую консультацию. Во-вторых, пошла к школьной директрисе. Та оказалась нормальной теткой, и они договорились, что формально Инна будет на домашнем обучении и в итоге получит аттестат о восьмилетнем образовании. Потом она поехала в институт, куда Алик собирался поступать и нашла там декана. Алик уже ходил на подготовительные курсы и писал яркие работы. Не было сомнений, что мальчишка талант и обязательно поступит. Но цель у Клары была другая — выбить для Алика место в общежитии. Иначе они не разместятся вчетвером в крохотной хрущобе со смежными комнатами. Декан объяснил, что москвичам общежитие не полагается. Клара из кабинета не выкатывалась, рыдала не прекращая и в общей сложности провела там два с половиной часа. Декан был уже готов жить на вокзале и поселить абитуриента Брудно в своей собственной квартире. Только бы эта сумасшедшая тетка наконец ушла. В итоге общежитие он пообещал. Громко сморкаясь, Клара покинула его кабинет. Алик был опять задвинут на задворки. Клара устраивала судьбу любимой дочери. В ноябре Инна родила дочку. Клара подолгу вглядывалась в лицо младенца, пытаясь, видимо, разглядеть черты неизвестного участника этой истории. Девочка была похожа на Клару. Черненькая, темноглазая, губастая. Внучку Клара полюбила всей душой. Но все же единственной настоящей ее страстью оставалась Инна, которая после родов еще более раздалась и по-прежнему была невозмутима. Часами стояла с коляской во дворе их московского дома, на радость соседкам на лавочке у подъезда. Они пытали ее, кто отец ребенка. К суровой Кларе с такими вопросами не обращались, боялись ее гнева. Клара устроилась уборщицей в соседний магазин. Алик жил в общежитии, получал повышенную стипендию. Существовал автономно. Домой заезжал редко. Клару это не заботило. Летом на дачу выехала вся семья. Младенцу нужен воздух. Инна прогуливалась с дочкой по просеке. Особо любопытные совали нос в коляску, где лежала маленькая Клара. Три раза в неделю Клара ездила в Москву на работу. Фаина продолжала свои аграрные опыты. Алик уехал на шабашку куда-то в центральную Россию строить коровник. В начале сентября появился. Загорелый, дочерно, в потертых джинсах и китайских кедах. Привез семье приличные деньги. Клара не сказала ему ни одного доброго слова. Он выпил чаю и уехал в город. Ночевать не остался. Клара решила сдавать московскую квартиру. Работать ей было уже тяжело. Дачу нужно было утеплять, готовить к зиме. На Аликовой деньги они наняли рабочих из Средней Азии, поселила их в сарае, и они принялись за дело. Худо-бедно утеплили дом, подправили печку, запасли дров на зиму. Евгения Семеновна испытывала чувство неловкости. Ее дом кирпичный, с АГВ и батареями, с горячей водой и туалетом в доме, всю зиму оставался пустовать. А Кларина Хибара, несмотря на все ущищрения, вряд ли выдержит даже не сильные морозы. А ведь в доме ребенок и старуха. Измучившись, она наконец решилась на разговор с мужем. — Пустить их на зиму? — рассверепел он. — Ты совсем ума лишилась. Это же табор цыганский. Все сломают, все засрут. Тебе-то что до них? У них есть квартира в Москве. Пусть сами решают свои проблемы. Ты женя полоумна, ей богу. И не доев обед, он резко встал из-за стола. Конечно, формально он был прав. Этот дом им дался с великим трудом. Долго копили деньги, во всем себе отказывали. У Евгении Семеновны с ее педантичностью все было аккуратно, в идеальном порядке. кружевные салфетки, шелковые, вышитые ей же наволочки на подушках, ковры, посуда. Словом, все наживалось нелегко, береглось и радовало глаз. И вправду, как пустить эту неряху Клару со всей этой оравой? Не приведи, Господи, потом до конца жизни не отмоешь и не приведешь в порядок. Все разнесут, перебьют и скалечат. Нет, муж, конечно же, прав. Как всегда прав. Да и как она может пойти ему наперекор? И правда, у всех своя жизнь, свои трудности. Почему у нее, в конце концов, должна болеть совесть из-за абсолютно чужих беззалаберных людей? К следующему дачному сезону Евгении Семеновне открылась следующая живописная картина. Инна опять была в положении. На этот раз отец был известен. Один из рабочих таджиков, халтуривших на Клариной даче. Для Инны не существовало условностей, и она вовсю сожительствовала с новым кавалером по имени Назар, маленьким, тощеньким, чернявым, плохо говорящим по-русски. Назар теперь жил в Кларином сарае, Инна туда ходила на свиданки. Клару эти события так раздавили, что она уже практически не возмущалась, видимо, просто не было сил. В дом она Назара не пускала, и Инна носила ему еду, как собаки, в миске. Впрочем, прок от него тоже был. Он подправил забор, сколотил новую калитку, скосил траву, поправил худую крышу. Клара его терпела. Инна родила мальчика, чернявого, мелкого и юркого. Назар уехал на родину, на побывку, и почему-то больше не вернулся. Может быть, его там женили, а может, что-нибудь еще. Словом, пропал, сгинул, испарился. Переживаний на Иненом лице заметно не было. По-прежнему непроницаемая, она катала по просеке коляску с младшим ребенком, а рядом ковыляла уже подросшая девочка. Клара же продолжала тянуть свой тяжелый воз. Алик тем временем задумал жениться. У него завязался первый и последний серьезный роман. Девочка с соседнего курса, Аллочка, тоненькая, с невыразительным личиком, тихая, скромная, родом из Мончегорска. А какая еще обратит на Алика внимание? Алик влюбился без памяти. Первая любовь, первая женщина. После первой совместной ночи сделал ей предложение. Она конечно же согласилась. Не из корысти, какая с него корысть, поискренней любви. Алик повез Аллочку знакомиться с матерью. Подбоченись, Клара стояла на крыльце, заведомо готовая к атаке. Алик с невестой привезли шампанского, большой торт, цветы и игрушки детям. Клара придирчиво осматривала будущую невестку, и по всему было видно, что она не в восторге. Попили чаю, выпили шампанского и молодые укатили в город. Клара, повиснув на заборе, жаловалась Евгении Семеновне. Ни рожи, ни кожи, тела и того нет. Это она про будущую невестку. Глиста в скафандре. Нищета, голь перекатная. Черт те откуда. В общем, в невестке Кларе Аллочка явно не подходила и подверглась жестокой критике. То, что молодые жили трудно, в общежитии, учились на сложнейшем факультете, что девчонок было на этом факультете всего шесть, и одна из них Аллочка, поступившая туда без блата и каких-либо денег. То, что молодые подрабатывали по ночам, писали курсовые дипломы, то, что девочка скромна, интеллигентна, из хорошей провинциальной семьи и, главное, безумно влюблена в ее сына, ничего в расчет не бралось. Нищета, презрительно кривя губы, повторяла Клара и резонно добавляла. А зачем нам нищие, если мы сами такие? Заметим, Инна, отцы ее детей, ее дети, ее тотальная тупость и безделье, все, что с ней связано, критике не подвергалось. Ни-ни. Свадьбу молодые играли в студенческой столовой. На больше денег естественно не было. Клара на свадьбу не поехала, правда, не по своей вине. Заболели малыши. Конечно же, ничего ужасного, и их нерадивая мать Инна с ними бы справилась, не померла бы, подумаешь, температура. Но Клара бросить Инну в такой ситуации не могла. Алика, пожалуйста. Ничего, переживет. В конце концов, там радость, а здесь беда. Где должна быть верная мать? Евгения Семеновна Кларе позавидовала. Живет человек трудно. Да, трудно, но ни в чем не сомневается. Никаких душевных мук. Любит, так любит. А не любит, ну что поделаешь. Так все и катилось. Фаина заболела, уже не выходила в свой огород, и тихо умерла в конце августа. Инна возилась с детьми. Клара билась за хлеб насущный. Квартиру они уже не сдавали. Зимовать в доме было не сладко. Из щелей дуло. Дети ходили в соплях. Клара работала в двух местах. Почему-то не возникало мысли посадить дома Клару, а молодую и здоровую кобылу Инну отправить на заработки. Алик закончил институт и уехал в Америку. Впрочем, контракт он получил еще на последнем курсе. Его работой заинтересовался крупный промышленный концерн. Верная Аллочка была, конечно же, рядом. Жили они душа в душу. Лучше не бывает. Алик пахал как вол. Сначала квартиру снимали. Потом появилась возможность взять ссуду в банке, и они купили дом. Аллочка родила близнецов, Веньку и Даньку. Пошла работать, выплачивать ссуду за дом было нелегко. Наняли няню, молодую девочку из Тирасполя. Алик передавал матери объемные посылки с тряпками. Клара неизменно возмущалась, демонстрируя Евгении Семеновне очередную блузку или жакет. Зачем мне это? Что, я модница какая-то? Я женщина скромная и работящая. Она подробно изучала ярлыки и наклейки с ценами и раздражалась. Малахольный, как есть малахольный. 68 долларов за эту несчастную юбку. Куда мне в ней ходить? На презентацию? Лучше бы деньги прислал. Он же хочет доставить вам радость, увещевала ее Евгения Семеновна. Вы таких вещей сроду в руках не держали. Будьте справедливы, Клара. Олег прекрасный сын. Ему сейчас ведь непросто. Только на ноги встает. Двое детей. Все напрасно. Клара опять возмущалась. А этот дом кипела она. Нет, вы посмотрите на этот дом. Она тыкала в лицо Евгении Семеновне цветные глянцевые фото. Барин какой, посмотрите на него. Дом ему нужен в два этажа. И еще подвал. Что он там танцы устраивает? И говорит, что там так принято. Я же говорю, малахольный. Доставалась и безобидно невестке Аллочке. Нет, вы подумайте, как этой задрыге повезло. Ведь смотреть не на что. Тихая, как мышь, а она уже в Америке. Дом у ее, няня. Клара всхлипывала и утирала повлажневшие глаза. А Инночка моя, красавица, все при ней. И что она видела в этой жизни? Евгения Семеновна, вздыхая, махала рукой и уходила в дом. Далее вести диалог с Кларой не было никакого смысла. Материнская любовь слепа, глуха и не поддается никакой логике. Впрочем, так же, как и нелюбовь. Не учитывалось, что Аллочка умница и труженица, верная жена и прекрасная мать, а Инна дура и ленивая корова. У Клары была своя незыблемая правда. Между тем, дела у Алика пошли в гору. Он оказался гениальным программистом. Теперь они могли позволить себе многое. Суду быстро выплатили, купили прекрасные машины, наняли садовника и домработницу, ездили по всему миру, но при этом оставались такими же скромнягами и трудягами. И, конечно, Алик не забывал мать и сестру. Теперь он регулярно переводил им деньги, и в посылках оказывались и норковые шубы, и золотые украшения. Клара, правда, опять была недовольна. Не тот цвет шубы, не того размера камень в кольце или что-нибудь еще. Она опять нещадно критиковала сына. Сделала ремонт в квартире, поменяла на даче крышу и забор, съездили с сынной и детьми на море. Алик звонил раз в неделю и спрашивал, не нужно ли еще чего. Нужно было многое. Алик все исполнял по пунктам. А потом решил забрать мать с сестрой и племянниками в Америку. Клара не хотела ехать ни в какую. Аргумент был прост. Что я там не видела? Клара, вы сумасшедшая, уговаривала ее Евгения Семеновна. Это же такая прекрасная и удобная страна. У вас там будет замечательная и спокойная старость. И потом вы столько всего увидите. Что я увижу, удивлялась Клара, кислую рожу своей невестки? Ну знаете, задыхалась от возмущения Евгения Семеновна. И все-таки они собрались. Уговорила Клару Инна, сказав, может, я там замуж выйду? Клара встрепенулась, но продолжала возмущаться и кудахты. Как собраться столько дел, продать дачу, квартиру, все оформить. Дело и вправду нелегкое для женщины и весьма преклонного возраста. Инна, как всегда, в расчет не бралась. Да и какой с нее толк? Алик взял отпуск и прилетел в Москву. Купил скотчек коробки, чтобы паковаться, спорил с матерью по поводу старых кастрюль с отбитой эмалью и ветхого постельного белья. Клара кричала, что все это нажито непосильным трудом и что она ни с чем не расстанется. Шантажировала Алика, что она никуда не поедет. Инна сидела у телевизора и грызла орехи. Ни в сборах, ни в спорах она не участвовала. Клара обвиняла Алика, что он лишил ее спокойной старости, насиженного места и, наконец, родины. Алик был терпелив, как агнец. Инна вступала, кричала, что Клара дура и хочет испортить ей перспективу. Клара ненадолго приходила в себя. Алик продал квартиру, деньги естественно положил на Кларе на имя. А сдачей вышло вот что. Клара дала ему доверенность на продажу. Он поехал на дачу и оформил дарственную на Евгению Семеновну, к тому времени овдовевшую и сильно нуждавшуюся. Евгения Семеновна, конечно же, от такого царского подарка долго отказывалась, сопротивлялась как могла. Плакала, но Алик был тверд, как скала. О чем вы говорите? Это для меня такая мелочь, сказал он, понимая, что от денег она просто откажется, не возьмет ни в какую. Вы для меня столько сделали. Только от вас я и видел в детстве тепло и заботу. Евгения Семеновна опять заплакала. Алик обнял ее, положил на стол бумагу с дарственной и вышел, оставив ее потрясенной и обескураженной. Клара об этом, естественно, не узнала. Алик просто положил на ее счет деньги за якобы проданную дачу. В Америке он снял им квартиру недалеко от своего дома. Чтобы семья была рядом, объяснил он ей. Но прекрасный тихий зеленый район Кларе не понравился. Я здесь от скуки помру, уверяла эта светская львица. А вот Брайтон произвел на нее неизгладимое впечатление. Там все свое. И магазины, и люди, и океан наконец. Алик снял ей квартиру на Брайтоне. Клара опять была недовольна. Не хочу жить в чужих стенах. Что я, беженка что ли? Алик не стал объяснять, что покупать квартиру дорого и невыгодно. Он просто купил ей квартиру на Брайтоне с видом на океан. Инна теперь целыми днями сидела на пляже, подставляя мощное тело лучам солнца. Дети пошли в школу. Клара ходила в магазины и заводила знакомства. У нее была цель сосватать Инну. Свой товар она нахваливала усердно, тыча всем под нос и Нины фотографии десятилетней давности. Про сына говорила небрежно. Так, ничего особенного. Всегда был малахольным. Сын, дающий ей неплохое содержание, ее по-прежнему не впечатлял. На его детей она тоже не реагировала, невестку подчеркнуто игнорировала. Что о них говорить? А Инен их туповатых отпрысков обожала неистово. Раз в неделю Алик возил Клару по окрестностям. Инна, кстати, сразу отказалась, заявив, что ей на пляже хорошо. Клара мрачно комментировала увиденное. Америка не произвела на нее впечатления. Алик приглашал ее на обеды в рестораны. Японские, французские, китайские. Пытался удивить. Клара брезгливо ковыряла вилкой в тарелки. Великая кулинарка Клара! У нас набра это не вкуснее. Там и вправду было вкусно. Но мы же не об этом. Алик привозил ее к себе в дом. Кларе не нравилась обстановка и Аллочкина стрипанья. Аллочка тихо плакала и тихо обижалась. Алик это никак не комментировал. Инна завела себе любовника здоровенного негрополицейского. В душе конечно Клара была не в восторге. Она рассчитывала как минимум на одессита хозяина магазина женского белья или владельца ресторана из Бендер. Но счастье Инны для нее было законом и она неумело варила для новоиспеченного зитька борщи. Через два года Инна родила очень смуглую девочку хорошенькую как кукла. Эта девочка стала самой пламенной Клариной любовью. Полицейский на Инне не женился, но к ребенку приходил исправно, грозно предупреждая в дверях Клару «Но божь, чмам!» Клара с восторгом возилась с черной внучкой, а Инна по-прежнему грела о каракан на Брайтонском пляже. У нее был свой ритм жизни, и, похоже, она была вполне счастлива. Клара важно прогуливалась по Брайтону с коляской и на каждом метре цеплялась языком. И персики в Москве были лучше, и колбаса вкуснее, и люди добрее, и квартира у нее была чудная. А какая дача! Одним словом, послушать Клару, ее прежняя жизнь была удивительна и роскошна. Америку она ругала нещадно, обвиняя сына в том, что привез ее бедную сюда, не считаясь с ней. «Не это надо!» Грозно вопрошала она и, не дождавшись ответа, двигалась дальше, подталкивая коляску внушительным животом. Умерла Клара ночью от инсульта, прочтя Инкину записку, что та уезжает с дочкой своим возлюбленным в Алабаму навсегда. Клара зашла в детскую, увидела пустую кроватку внучки, открыла шкаф, он тоже оказался пуст, она упала на пол и не смогла дотянуться до телефона. К вечеру обеспокоенный Алик приехал к ней. Клара лежала на полу со сжатым кулаком. На похоронах Алик безутешно плакал. Через полицейское управление он нашел алабамских родственников ининого любовника, но сестра на похороны не приехала. Алик поставил Кларе памятник из розового мрамора, написал трогательную эпитафию. Страдал, не брился, держал траур, взял к себе ининых детей, устроил их в дорогую школу, продолжал выслать деньги сестре, заказал у недешевого художника Кларин портрет по фотографии, повесил его в спальне. Под портретом стояли живые цветы, всегда. На тумбочке у кровати в серебряной рамке стояла Кларина фотография. Перед сном он тихо бормотал. — Спокойные ночи, мамочка! Аллочка вздыхала, долго ворочалась, удивляясь своему мужу. И думала, действительно малахольный. Клара была все-таки права. И, немного стесняясь своих мыслей, Аллочка засыпала. А Алик еще долго не мог уснуть. Страдал и смотрел на Кларину фотографию, тонувшую в ночном мраке счастливой семейной спальни. Страдал Продолжение следует...